МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все прелести окушания уместить даже в пяти программах. А что вы снимаете? Вот такую погоду, даже в левую погоду, выходите или мокнете. Серость и сырость совсем не портят впечатление об этом удивительном месте. Попробуйте, дорогие гости. Тебе сделают, попробуют, сказали, а не кушать. Не нужны нам всякие шанели, луэлитоны. Друзья, всем привет! Это Дагестан Туристический. С вами Анжела Рахимова и Кахриман Шахбанов. Мы продолжаем свое путешествие по дождливому Акуша. Предлагаю не терять времени и посмотреть все то, что не успели посмотреть в прошлом выпуске. Акуша переводится с Дальгинского как «верхняя». Высота над уровнем моря составляет более 1300 метров. Село состоит из шести частей. Первая Дайша, вторая Дайша. Харша с твердым знаком, Харша с мягким знаком. Панжа и Семга. Надеюсь, все произнесло правильно и с правильным ударением. Акуша расположена в горной котловине на холмах, между которыми протекает одноименная река. А вот символом Акуша является местность Маара, на которой возвышаются четыре вершины. Ее видно практически с любого края села. Здесь много достопримечательностей, но главным достоянием села является центральная мечеть, построенная в 733 году. Высится она на одинокой горной вершине, тем самым олицетворяя величие и значимость культового сооружения для акушинцев. Уникальное культовое строение поражает не только необыкновенным видом, но и красивым внутренним оформлением. Стены мечети украшены прекрасными именами создателя, а настоящим произведением искусства является огромная люстра, на которой запечатлены выдержки священного Корана. Здание построено в 90-е годы на народные деньги, на фундаменте мечети, разрушенной в 1943 году. Со смотровой площадки открываются живописные панорамные виды на селу и его окрестности. Недалеко от главной мечети находится старая часть села Корша, что в переводе с Даргинского означает «верхнее село». Издавногорцы старались строить свои дома только в непригодных для земледелиях местах, таких как каменистые вершины и горные склоны. Так было легче обороняться от врагов. Историю Акуша и всего района можно узнать, посетив Акушинский краеведческий музей. Здесь находится богатая коллекция экспонатов, среди которых есть редкие экземпляры. Осенью 2020 года музей переехал из временного помещения в здание одной из акушинских школ, обустроился и готов принимать гостей. В 2010 году начиналось все с очень малого, где-то около ста было предметов всего-навсего. Но затем нам помог с экспонатами национальный музей, наш головной музей. Но все эти годы мы старательно и усердно собирали предметы уходящей стороны, которые представляют какую-то историческую ценность. На сегодня наш музей обладает более тремя с половинами тысячами экспонатов. Здесь выставлена некоторая их часть, и мы стараемся представить все стороны жизни наших предков. Это и этнография, это и культура, и быт, и производство – все, чем жили наши предки. В 2016 году друг нашего музея, Амар Хаписов, это палеонтолог, знания и достижения, которые признают даже и музеи палеонтологии в Москве, и сообщество палеонтологов России, он в Акушинском районе, в селе Акуша, в западной оконечности, местности Чурчума, обнаружил в скале часть скелета ихтиозавра. Ихтиозавр – это обитатель морского дна, Сарматского моря, возраст которого колеблется от 150 до 100 миллионов лет до нашей эры. Это, конечно, очень-очень впечатляет. Естественно, у нас в музее всего-навсего макет, оригинал, он настолько изящен, как и все, что создано самой природой. Удивительным образом сохранился даже укус, от которого погиб вот этот ихтиозавр. Это оказался детеныш. Взрослая особь могла достигать до 25 метров. Он напоминал дельфина, такое веретенообразное тело. Но это был очень такой хищный зверь, скажем так. И у него было около 200 острейших зубов. И вот удивительно, что Акуша здесь, на этой территории, где мы сейчас живем, и вообще на всей территории Дагестана, Европы, на территории, которые сейчас занимают Средиземное море, Черное, Каспийское. Это было все Сарматское море. И здесь обитало великое множество вот таких морских существ. Надеть белые кроссовки в такую погоду было, конечно же, не самым лучшим решением. Однако серость и сырость совсем не портят впечатление об этом удивительном месте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что вы снимаете вот такую погоду дождливую? Вы выходите и мокнете. И вас согреем, чаем напоим. Столько говорила Кахриману, что не отказалась бы от чашки горячего чая. Спасибо большое. Меня Анжела зовут. А тематистом. Привет! Джигит настоящий. Помощник вам. Такая группа поддержки. Кахриман, ты видел эту беседку? Посмотри. Какая она классная. Ты играл когда-нибудь в Альчики? Да. Как играют? Не знаю. А на самом деле как играют? Ну вот допустим. Вот так кидаешь. Например, если одинаковые, вот так чиркаем. Кто дальше, да? Нет, не кто дальше. Вот так чиркну. Если третье в них нет, я забираю одну. А, все. И вот похожий объем вот так вот. И я обыгрываю вас, получается. А это моя самая большая ложка. Это недавно небольшая ложка нашла, искала год-полтора. Серьезно? А еще хорошо бить операторов, знаете, когда плохо работает, так дышь, дышь. Давайте, дорогие гости, мы приготовим вам наше старинное блюдо. Давайте. Так, и называется толокно. А у нас-то оглайна по-нашему. А по-вашему, я не знаю, по-русски масло смешиваем с молоком, так, и сахар по вкусу. Все, так интересно. Сейчас немножко молока. Когда выходят из дома, куда-нибудь едут, они свой брали эту толокну с курдоком вместе. Потому что очень, да, курдоком вместе, потому что очень легкая и сытная на дороге. Вот, чтобы творче получилось. А такое блюдо готовят на какие-то особенные мероприятия? Ну, и гости, когда приходят, вечерние посиделки, или днем, когда гости приходят. Такую погоду, когда на огороде тоже нечего делать. Вот как раз такую погоду собирают. Такую дождливую погоду, да, приезжают гости из лукочковых. Да, дождливую погоду, приезжают, собираются, и поэтому и готовим сахар. Еще? Еще. Все хватит. Спасибо. Вот, на что-то ты пригодилась. Да, тут же пригодилась. Вот, подают каждому. А, вот такие вот шарики, да? Ага, вот такие. Попробуйте. Давайте. Давайте, тут же попробуйте, дорогие гости. Подходите. На самом деле, это очень вкусно и ароматно. Ароматно. Ну, я помил, очень хорошо. Чистый. Это что-то тебе меньше не осталось? Да. Да, ты. Ну, хорошо, вкусно. Да, вкусно. Да, вкусно. Все, попробуй. Нужно есть. Да. Испей. Спасибо вам за прием. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Берегите тебя. Дай Бог вам здоровья. Здоровья. Все. Смотрите, так и стало туристически, да. Побывать в Акушинском районе и не познакомиться с Даргинской вышивкой было бы преступлением. Она представляет собой прямоугольные куски домотканной материи, обычно хлопчатобумажной, редко шелковой, расшитой гладью в прикреп разноцветными шелковыми нитями. Научила меня это моя свекровь. Они стали возрождать ремесло, вышивку в таком стиле, именно в такой технике. Ну, сейчас эту технику… Забываются, да? Да, они… Ну, сейчас ее возрождают еще в другом районе, и как бы получила название, именно вот эта техника, вот эта вышивка получила название, как кайтакская. Ну, это будет неправильное, наверное, название. Несправедливое, да. Несправедливое, да. Потому что эти вышивки у нас… Зародились в Акушинском районе. Зародились именно, да, можно сказать, в Акушинском районе. Они были у нас, ну, еще с 18 века, по-моему, они у нас находили, так датировались, которые найдены вышивки. Они именно у нас селены, их было очень большое количество в окрестных селах. Даже некоторые узоры у нас называются, как тантинская вышивка по названию соседнего села. А вот сколько времени уходит, к примеру, вышить вот такое вот полотно? Минимум два месяца уходит, а так двух и более, иногда и даже. Среди орнаментов стилизованы образы людей и животных, геометрические солярные знаки. Почти в каждой работе есть круг и овал, означающие Солнце и Вселенную. Крест символизирует четыре стихии или четыре времени года. Фигурки людей с опущенными или поднятыми руками – женское и мужское начало. Такие вышивки сопровождали человека на протяжении всей жизни – от колыбели до последнего пути. Женщины изображали на своих полотнах символы. Изображали растительный мир, животный мир, какие-то символы. Вот, например, вот этот символ означает древо жизни и зарождение жизни. Есть еще вышивка, которая называется «яйцо». Там внутри тоже идет зарождение жизни, внутри яйца, круговорот, все взаимосвязано. Их в основном как украшения, как элемент дизайна используют. А раньше по-разному, кто как передает, по-разному используют. У нас, например, говорят, на люльку ставили и вот рисунком вниз. Вот так, чтобы рисунок ребенок смотрел на эти узоры. Тоже есть такое. А в других селах, говорят, как приданой невесте давали. Сначала заполняется узор, а потом уже сверху делается прикреп. Это таким способом, наверное, вышивали, чтобы экономить нитки. И то есть сверху этих узоров будет еще что-то, да? Да, вот уже сверху, дальше, когда закрывается узор, узор он покрывается нитками. Сверху уже делается прикреп, называется техника прикреп. Это вот эти вот, да? Такие вот поперечные уже. Вот эти вот такие. Зухрая Смаилова – одна из немногих в селе, кто занимается вышивкой. На одну вышивку у нее уходит 2-3 месяца работы. Недавно начала изготавливать стильные шоперы. Все это ручное великолепие, друзья, можно вывести с собой на память о путешествии в Акуша. А я хочу обратиться к нашим телезрительницам и показать вот такие вот классные шоперы. Если вы будете в Акушинском районе, обязательно заходите к Зухре, чтобы приобрести вот такую классную сумочку. Вы просто будете всегда такой вот индивидуальной и всегда выделяться. Просто это прекрасно. Не нужны нам всякие Шанели, Луи Виттоны. Выбирайте отечественного производителя. На этом наше двухдневное акушинское путешествие подошло к концу. Но все прелести Акуша не уместить даже в пяти программах. Поэтому путешествия по Дагестану обязательно уделите время этому селу. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!